Фальшивомонетчики добрались до новых купюр. Данные денежные билеты имеют очень плохое качество бумаги. Пока подделки невысокого качества. Будьте внимательнее. Новый директор фонда капремонта посетил Ангарск. Спросить за плохую работу подрядчиков у депутатов не получилось. Но зато они услышали новое обещание. Я не могу прокомментировать, поскольку меня в это время в фонде не было. 30-летию вывода войск из Афгана. Спасибо огромное тем близким, кто не дождался, но хранит в сердце память о своих родных. Которые ценой собственной жизни отстаивали интересы нашей страны. К юбилейной дате героям войны вручили памятные медали. И День влюбленных. Все хорошо, замечательно. Рады этому дню. 23 пара ангарчан сегодня заключили брачные союзы. Здравствуйте. С главными событиями дня программа «Местное время». В студии Данил Недзельский. Ваш проводник в мире событий. Начнем с происшествий. Женщину в инвалидном кресле сегодня спасли из горящего дома в микрорайоне Китой. ЧП произошло в 5 вечера. На улице Октябрьской вспыхнула надворная постройка. Пламя быстро перетянулось на дом. Хозяйку инвалида эвакуировали до приезда пожарных. В идее она винит родственника, который жил в той самой надворной постройке. Тебя там потеряли уже. А у него там что могло загореться? Ой, а все что угодно. У него там плитка была, чайник электрический. Может поставил, кипятит, да и ушел. Он уже сам горел, ноги себе жарил обогреватель. Сжарил? Ну, в том году кое-как заживили ему ноги. Он бомжующая личность. Вообще, уже тяжелый человек, а бросать не бросишь. Все-таки родной брат мужа. Сам родственник не пострадал. Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Точная причина возгорания устанавливается. При ангаре начали подделывать новые купюры. Фальшивую банкноту номиналом в 2000 рублей изъяли в торговом центре Иркутска. Эксперты-криминалисты утверждают, что подделка невысокого качества. И ее нетрудно отличить от оригинала. Гражданам необходимо обратить внимание на то, что данные денежные билеты имеют очень плохое качество бумаги. И при изучении или просмотре данной купюры на просвет, в большинстве случаев отсутствуют. В этой подделке также отсутствует защитная нить и голографический эффект солнца. С новыми купюрами это первый подобный случай. В прошлом году на территории Приангария зарегистрировано 165 фактов сбыта поддельных денежных знаков. Самой популярной банкнотой была пятитысячная. Десять человек пришлось эвакуировать спасателям из-за пожара в 219 квартале. В одной из квартир загорелась лоджия. Хозяев дома не оказалось. Пожарных вызвали соседей. На момент прибытия подразделения горела квартира на четвертом этаже. Балконку квартиры. Было сильное задымление в подъезде. На тушение пожара подавалось два ствола. Пожарными подразделениями было эвакуировано 10 человек, в том числе четверо детей. К счастью, обошлось без пострадавших. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Директор фонда капитального ремонта сегодня приехал в Ангарск, чтобы ответить на вопросы депутатов Окружной Думы. Однако конструктивного диалога не получилось. Почему, расскажет моя коллега Ирина Шавлюк. До 1 ноября закончить работы по замене лифтового оборудования. До 31 декабря получить все технические документы на вод подъемников и эксплуатацию. Так должно было быть в идеале. Но что-то пошло не так. Звезда сорвала сроки проектно-сметной документации. Набрала объемы, с которыми физически справиться не смогла. Налицо прямые нарушения договора, на которые фонд капитального ремонта закрывает глаза. Подрядчик опять обеспечить выполнение работ квалифицированным, подготовленным персоналом. О чем вы говорите сегодня? Вы говорите сегодня о том, что не хватает рабочего персонала. Это должно было быть обеспечено при заключении вот этого договора. Или я, может быть, ошибаюсь? Это первое. В чем я считаю фонд капитального ремонта лукавит. Удобный и вполне ожидаемый ответ от человека, который на должность гендиректора фонда пришел только в январе этого года. Что касается того момента, что компания приступила к работам, тут я не могу прокомментировать, поскольку меня в это время в фонде не было. Причина, почему, когда я пришел, я не стал расторгать эти договора, потому что работы уже шли в полном ходе. И останавливать их был определенный риск и сорвать программу, и поставить жителей, в том числе и Ангарска, в ситуацию, когда мы должны будем в отсутствии работающих лифтов искать другого подрядчика, проводить аукцион и практически на полгода останавливать все эти мероприятия. Сергей Шарков, депутат Думы, поинтересовался, на каком основании звезда получила аванс в размере 30% от стоимости работы. Это более 70 миллионов рублей, в то время, когда еще, собственно, сама проектно-сметная документация не была готова. Этот пункт договора подрядчик также выполнил с большой задержкой, за что понес штрафные санкции. Мы писали с такими подрядчиками, столкнулись по 18-5, которые два месяца пили. Оборудование под дождем стояло с сентября-октября на улице. Мы не знали, куда письма не завалили, и фондуковки предоставили. Ну, сегодня замечания как есть, так и не справили. Основная проблема, с которой столкнулся фонд в процессе работы по капитальному ремонту лифтового оборудования, это то, о чем я сказал, что физически не хватает квалифицированных специалистов. Так вот, этих людей физически в стране было очень мало свободных, поскольку везде есть необходимость в замене лифтового оборудования. У нас доходило даже до того, что на подъезде происходила вербовка рабочих, которые работали в нашей области для работы в других регионах страны. В заключении встречи Константин Рассолов пообещал, что в структуре фонда в этом году произойдут глобальные изменения, и сотрудники этого фонда повернутся лицом к собственникам жилья. Чиновник признал, что работать организация должна на благо людей, так как, собственно, существуют на их средства. Но, вероятно, точно такие планы строили и все предыдущие руководители регионального фонда. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов, Местное время. В объектив нашей камеры сегодня попала попытка ликвидировать нарушение правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобиль, оставленный под знаком «парковка для инвалидов». Машина принадлежала частному охранному агентству, которое, заметим, создано для охраны правопорядка. Почему требования знака были проигнорированы, водитель ЧОПа пояснять не стал. Ему повезло, он успел вовремя вмешаться в процесс и остановить погрузку. Но штраф 5 тысяч рублей он все равно заплатит. Пока по всей стране проходят акции протеста против мусорной реформы, в Ангарске работа по вывозу отходов проходит в штатном режиме. Муниципальные власти поставили перед собой задачу – сделать переходный период максимально удобным для ангарчан. Сейчас решается самая острая проблема – нехватка мусорных контейнеров в отдаленных микрорайонах округа. Накануне дополнительные стоянки оборудовали в Китое. Устанавливают контейнеры представители регионального оператора. А вот перечень мест, где наблюдается нехватка, составляет окружная администрация. Как сообщил представитель рекоператора, работа по выявлению мест, нуждающихся в новых контейнерах, будет завершена в ближайшее время. Откройте Горгаз. В Ангарске начались тотальные проверки газового оборудования в жилых домах и квартирах. Комиссия в составе представителей администрации, сотрудников органов надзорной деятельности и работников Горгаза проверит техническое состояние газового оборудования плит, а также наличие договоров. В рейс со специалистами выехала и наша съемочная группа. К тому, что в квартиры их не пускают, сотрудники Горгаза уже привыкли. Зачастую общаться приходится через закрытую дверь. Жильцам этой квартиры проверяющие оставят бланк повестки, но вероятнее всего его просто выбросят в мусор. Это тот редкий случай, когда сотрудников Горгаза в квартиру пустили и даже позволили провести осмотр плиты. Но от проверки хозяйка отказалась, объяснив, что денег сейчас нет. Комплексная проверка газового оборудования стоит 600 рублей. И несмотря на то, что это гарантия безопасности, платить мало кто хочет. В этой квартире уже зафиксировали несколько нарушений. Практически все существенные. Например, использование баллона большого объема. В квартирах это запрещено. Проводятся рейдовые мероприятия и постоянно. То есть население оповещает в ходе рейдовых мероприятий. Также в средствах массовой информации это говорится. Зачастую об этом люди не знают. И объясняют это тем, что уже более 30 лет у них стоят эти баллоны, ничего не было. А вот сейчас вы придумали, что нельзя. В Ангарске идут тотальные проверки газового оборудования. Заместитель мэра округа Андрей Сафронов создал специальную комиссию, в состав которой вошли специалисты Горгаза, инспекторы органов надзорной деятельности и сотрудники администрации. Они намерены провести анализ состояния газового оборудования в жилых домах. Как ранее на совещании отметил Андрей Сафронов, это необходимая мера в связи с участившимися взрывами бытового газа и массовой гибелью людей. Ирина Шавлюк, Антон Бархатов, Местное время. 15 февраля страна отметит 30-ю годовщину вывода войск из Афганистана. По разным данным, потери советской армии в 10-летней войне составили не менее 14 тысяч человек. Около 500 пропали без вести. В ангарской памятной дате приурочили торжественный вечер. Подробности далее в сюжете. 40 лет назад началась война, которую позже западные журналисты назовут советским Вьетнамом. За 10 лет по афганским пескам прошло более 600 тысяч военных. Большая часть – солдаты-срочники. Вернуться со службы живыми посчастливилось далеко не всем. На концерте в честь юбилея вывода войск Ангарский совет ветеранов вручил афганцам памятные медали. Поздравление и слова признательности произнес мэр округа Сергей Петров. Хочу пожелать вам всего самого доброго, здоровья, счастья, уважения, любви близких. Пусть у вас, в ваших семьях все будет хорошо. Спасибо огромное тем близким, кто не дождался, но хранит в сердце память о своих родных, которые ценой собственной жизни отстаивали интересы нашей страны. Сергей Михайлович прошел афганскую войну советником командира танкового батальона. Успешно провел 13 боевых операций. С теплом вспоминает боевых товарищей и прежде всего бойцов Афганской республики. Самая серьезная операция, когда мы деблокировали окружение города Герата, потому что мы ушли на иранскую границу. Вместе с генералом Вареником он проводил операцию. В советские части наши участвовали. А в это время душманы блокировали вокруг Герата посты, позбивали, и нам пришлось деблокировать их. Естественно, вместе с афганцами. Бои были трудные, с потерями. Это сильно запомнилось, потому что именно потери были большие. Вернувшись из Афганистана, Сергей Михайлович работал пожарным. Слава богу, на пенсию ушел в целом счастливым человеком. К сожалению, далеко не всем повезло так, как ему. Инвалидность, контузия и прочие боевые трофеи еще тогда подвели многих солдат к краю. Некоторые ходят по нему до сих пор. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. Бой в моем сердце еще не утих. Время торопится, как ураган. Не забываем друзей боевых. Афганистан. Новосибирский военный оркестр посетил Ангарск в рамках гастрольного тура. Коллектив является обладателем гран-при множества конкурсов. В репертуаре оркестра произведения различных музыкальных жанров. От джаза до классики. Оркестр у нас порядка 40 человек. У нас есть солисты-вокалисты, солисты-инструменталисты. Все с высшим образованием. В основном все закончили Новосибирскую государственную консерваторию. Оркестры, кроме того, как и на сцене выступают, также мы обеспечиваем много музыки, воинских ритуалов. Принимаем участие в параде войск 9 мая. Также практически во всех правительственных мероприятиях Новосибирской области. По словам самих музыкантов, главная цель гастролей – поднятие боевого духа и поддержание у военнослужащих потребителей. Этот праздник – Валентина в день. 14 февраля все влюбленные стараются преподнести приятный сюрприз своей второй половинке. Одни покупают подарки в виде сердец, а другие в торжественной обстановке произносят клятвенное «да». Наши корреспонденты побывали сегодня в ангарском ЗАГСе и узнали, чем этот день отличается от других. Мелодия свадебного марша сегодня прозвучала для двух пар. Молодожены Роман и Анастасия были приятно удивлены, когда месяц назад при подаче заявлений сотрудница ЗАГСа предложила им зарегистрировать брак 14 февраля. Молодые решили, что «да-то» будет предвестником долгого и крепкого союза. Их отношения длятся уже 7 лет. Все хорошо, замечательно. Рады этому дню, что он наконец-то настал. Любим друг друга. Мы рады, что мы теперь заключили брак официально. Помимо двух бракосочетаний в торжественной обстановке сотрудники ЗАГСа поставили штампы в паспорта еще 21 паре. И если свадьбы в день Святого Валентина ангарчане играют охотно, то детей прославленным именем называют крайне редко. За 19-й год у нас не было ни одной регистрации, ни мальчиков, ни девочек с таким именем. За 18-й год было зарегистрировано одно рождение девочки имени Валентина в июле 2018 года. Поэтому, к сожалению, даже в честь праздника мы не можем похвастаться тем, что у нас хоть есть хоть одна Валентина. День всех влюбленных для многих ангарчан – это прекрасный повод сказать добрые и приятные слова своим близким. А яркие красные валентинки в подарок зачастую воспринимаются как предвестники долгожданной весны после лютых морозов. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время. Сегодня, в День всех влюбленных, в программе «Новый день» стартовало голосование в конкурсе «Ретро-свадьба». Участники присылают свадебные фото своих родителей, бабушек и прабабушек. Все они разные и очень трогательные. Но один снимок впечатлил всю нашу редакцию. Телезрительница Ольга Слузова принесла фото, которому 124 года. На нем ее прабабушка и прадедушка. Свою свадьбу они сыграли в 1895 году. Супруги Егоровы – купцы из поселка Тельма. У них 11 детей, 12 внуков и 22 правнука. В конкурсе принимают участие и другие не менее интересные фотографии. Проголосовать за них можно в Инстаграм на страничке «Нового дня». Голосование закончится 16 февраля. А уже 20 числа состоится награждение победителей по трем номинациям. «Самая стильная пара», «Большая свадьба» и «Супер-ретро». По данным метеорологов, еще около месяца жительницы Иркутской области проходят в шубах. По мнению самих женщин, для хорошего настроения им необходимо новое меховое пальто. Один из главных меховых брендов России снова в Ангарске. Выставка «Вятский меха Белка» предлагает всем ценителям роскоши и стиля высококлассные норковые и мутоновые шубы. О новинках и трендах в меховой моде наш следующий сюжет. Чего хочет женщина? Это понять сложно. Но если речь заходит о подарке, беспроигрышным вариантом станет шуба. Сколько бы их ни было в гардеробе, меха всегда вскружат голову прекрасной половине. Элегантная, легкая, теплая, красивая – вот те сравнения, которые воплощает в себе норка, признанная царица шуб. В сочетании с куницей и соболем она сделает ваш образ неповторимым. А изобилие цветов подчеркнет характер или цвет глаз – черные, шоколадные, графитовые, а может быть цвета ореха или модной пудры. Французы считают – красота в деталях, сияние меха изысканно подчеркнет стильная фурнитура. Есть здесь и модели-трансформеры, которые легким движением руки превращают надоевшее пальто в меховую куртку, а куртку – в жилет. Лесам у тон норка на выставке «Вятский меха Белка» представлено более 600 моделей шуб и большой выбор женских и мужских головных уборов – меховых рукавичек. Все изделия сертифицированы, гарантия год и еще – за наличный расчет скидка 30%. Впереди праздник весны, 8 марта, и прекрасным дополнением к букетику тюльпанов станет новенькая шубка. Выставка «Вятский меха Белка» работает с 14 по 16 февраля во Дворце спорта «Ермак». О погоде на завтра расскажут метеоновости. А наша часть выпуска завершена. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok